Люди, которые лишь недавно увлеклись выращиванием комнатных растений, зачастую теряются, когда начинают за ними ухаживать. Если с такими вещами, как полив, пересадка и омолаживание разобраться несложно, то когда речь заходит о подкормке, перед начинающим цветоводом встает ряд непростых вопросов. Какое удобрение использовать? Остановить ли свой выбор на подкормке из магазина или же приготовить ее самостоятельно? Как часто необходимо вносить удобрения? В нашем сегодняшнем видео мы постараемся ответить на эти вопросы и поделимся рецептом одной – натуральной подкормки. Огромный ассортимент подкормок от производителя на полках специализированных садоводческих магазинов просто поражает. Однако не все ингредиенты натуральные, к тому же они стоят недешево. К счастью, среди народных рецептов можно найти инструкцию по приготовлению универсального органического удобрения. Его ингредиентами являются шкурки банана, мандарины и апельсины. Кожура этих фруктов богата питательными веществами, такими как витамины, минералы, фитонциды и флавоноиды, которые так необходимы вашему растению. Они стимулируют рост корневой системы и образование боковых побегов, повышают иммунитет ваших цветов, ускоряют процесс завязи бутонов и отпугивают вредителей. Шкурку можно использовать в свежем виде или засушить. Для приготовления подкормки возьмите по одной кожуре банана, апельсина и мандарина и замочите их в 3 литрах отстойной воды на трое суток. Полученный настой необходимо разбавить водой в пропорции 1 к 1. Поливать таким удобрением нужно под корень каждые 10-12 дней летом и весной и раз в месяц зимой.